Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Несколько дней назад сразу несколько ресурсов, имеющих отношение к холдингу Life is Good, оказались заблокированными. И на этих ресурсах появилось сообщение о том, что работа данного сайта прекращена в связи с нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В данном видео я хотел бы разобрать данное сообщение, а также рассмотреть обращение по данной ситуации, которое опубликовал в своем Телеграм-канале Роман Василенко, создатель холдинга Life is Good. Итак, в какой-то момент основной сайт компании Life is Good, потребительского кооператива Bestway, который раньше был жилищным кооперативом Bestway, и финансовой компании Hermes Finance, стали недоступными. И на них появился следующий текст. Сегодня, 12 марта, когда я записываю это видео, сайты недоступны, но я сделал себе копию, поэтому текст у меня есть в наличии. Уважаемые граждане! По устному распоряжению Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, работа данного сайта прекращена в связи с нарушением действующего законодательства Российской Федерации. Все, кто пострадал от действий Life is Good, Гермес, ПК Bestway, а также от гражданина Василенко РВ и иных лиц, вы вправе написать заявление в МВД, прокуратуру и иные государственные органы. Если вы считаете, что в отношении вас совершены противоправные действия, то вам необходимо написать заявление в МВД, лучшее в подразделении экономической безопасности, УЭБ и ПК, УЭБ и ПК. Составить заявление вам помогут сотрудники, нанимать адвокатов не нужно. В заявлении необходимо отразить следующую информацию. 1. Полные установочные и контактные данные. Регистрация, фактическое проживание, мобильный телефон. 2. Дата вступления в пирамиду, полные данные те, кто привел, кто проводил лекции, семинары, адреса офисов, кто регистрировал личный кабинет, номер счета ВИСТа, кооператива. 3. Указать структурного руководителя, директора с полными фамилии, именем, отчеством и телефоном по возможности и адресам проживания. 4. Сумма, внесенных в пирамиду денежных средств, а также каким путем происходило внесение средств. 5. Если вам заводили деньги внутрянкой, передавали деньги наличными, то необходимо указать дату, место передачи средств, город, улицу, дом, этаж, офис, кому конкретно передавали, выдали ли расписку, если нет, то почему не потребовали расписку, кому в дальнейшем человек, принявший денежные средства, впоследствии их передал. 6. Выше по структуре, безналичным путем, то указать судату, сумму перевода, место открытия вашего расчетного счета, указать название кредитно-финансового учреждения, адрес филиала, к заявлению необходимо приложить выписку по движению денежных средств, справку об операциях. 7. В случае, если денежные средства переводились по выставленным инвойсам, указать, каким образом инвойс отправлялся, и приложить платежное поручение или выписку о совершенном переводе. 8. Приложить копию договора с Гермесом, кооперативом, а также сделать копии всех имеющихся документов по Гермесу, Висте и кооперативу. 9. Также взять с собой копию паспорта, лицо с фотографией и прописку, чтобы сотрудники все оформили быстрее. 10. Отразить, являетесь ли вы консультантом. Если да, то кого привели? Указать фамилию, имя, отчество, телефон, номера Виста счетов, кооператива. 10. Указать общий ущерб. Это сумма внесенных непосредственно вами денежных средств, при этом проценты, зарплата консультанта и иные предусмотренные в пирамиде выплаты не учитывать. 11. Написать фразу, является ли ущерб для вас значительным или незначительным. Гражданин принимает решение самостоятельно, в зависимости от размера своих доходов. Данный пункт потом будет влиять на квалификацию преступления. Под данным текстом вставлена картинка грустного Буратино. По всей видимости, Буратино символизирует инвестора Гермес Финанс или потребительского кооператива Бествей. На официальном канале Life is Good, на котором более 40 тысяч подписчиков и на котором раньше публиковались новостные выпуски, посвященные Life is Good, информационные материалы, тренинги от бизнес-тренеров и так далее, Можно заметить, что последние видео несут тоже разоблачающий характер. Например, такой ролик «Без лоха, жизнь плоха, плачет Life is Good». Дальше ролик «Гермес финанс лоха, трон номер один», «Гермес финанс лоха, трон номер два». Личный сайт самого Романа Василенко выглядит сейчас так. На нем написано «Индергроссен фамилия, нихтклювен клац-клац». То есть, я так понимаю, это можно перевести в «Большой семье», «Клювом не щелкают». А несколько дней назад на сайте romanvasilenko.com был следующий текст. Сейчас этого текста уже нет, но я успел сделать скриншот. «Привет, я являюсь человеком, который был свидетелем воровства ваших денег в последние месяцы. Этот человек, имеется в виду Роман Василенко, выполнил свой план и кайфует сейчас в Лондоне на ваши деньги. Этих денег много. Я не знаю сколько, но факт его цинизма говорит о том, что он кинул десятки тысяч людей, включая приближенных к себе. Такие люди должны быть за решеткой. Не верьте ни одному его слову. «Это дьявол во плоти. Он влезет к вам в душу, выпотрошит все, не сам, а через своих собачьих консультантов. Потом вы эти деньги никогда не найдете. Собирайтесь и пишите петицию о выдаче Василенко из Лондона в Россию. Это мошенник высшей касты. Я не буду раскрывать свою личность всему свое время». Ну, грамматические и орфографические ошибки опустим. В конце автор данного текста пишет «Я не буду раскрывать свою личность всему свое время». Но через некоторое время в телеграм-каналах появилось видео, где автор данного текста представляется и, собственно, говорит о том, кто он такой. Приветствую людям. Вы хотели узнать, кто здесь админ? Меня зовут Евгений и Женя. Я на самом деле какое-то время вел этот гребаный канал. Я не буду сейчас приводить данное видео полностью для экономии времени. Просто перескажу суть. По словам Евгения, он является IT-специалистом, который на протяжении лет отвечал за обслуживание ресурсов компании. То есть за веб-сайты, за официальный канал. И некоторое время назад он приглашался правоохранительными органами на беседы, где как раз шла речь о холдинге Life is Good, о Гермесе, о потребительском кооперативе Bestway. И после этих бесед у Евгения сложилось однозначное мнение и убежденность, что все это является мошенничеством. Именно поэтому он принял решение разместить на официальных ресурсах компании разоблачающие материалы и как раз предупреждение, которое я уже зачитал. То, что произошло для многих участников Life is Good стало настоящим шоком. Потому что некоторое время назад все работало, сайты работали, можно было зайти, делать какие-то операции и так далее. А тут люди заходят, сайтов либо нет, они недоступны, либо на них висит предупреждающий текст, что это все мошенничество и пирамида, пишите заявление в полицию. И, конечно, все участники Life is Good ждали комментариев от основателя холдинга Романа Василенко. И вот 7 марта Роман опубликовал в своем телеграм-канале вот такую фотографию, где он с серьезным видом и таким строгим взглядом смотрит. Он сидит здесь в кресле и под фотографией опубликован вот этот текст. Давайте с этим текстом ознакомимся. Итак, обращение Романа Василенко от 7 марта. «Знаете, какая одна из самых страшных вещей в нашем мире? Это предательство людей, которым ты доверяешь. К сожалению, никто от этого не застрахован, и мы с вами тоже». Уже несколько месяцев против нас ведется жесткая информационная война. Сегодня информация – это оружие, которое может сломать жизни многих простых людей. Поэтому ей умело пользуются, чтобы получить свою выгоду. Противостоять ей может только сплоченность, вера друг к другу и в общую идею, что мы с вами и показывали до сегодняшнего дня. Но одно дело, когда мы противостоим людям, которые дезинформированы, потому что не знают нас, не понимают, чем мы занимаемся, наших идеалов и ценностей, они не видят всей ситуации и судят поспешно, их можно понять. Совсем другое дело, когда против нас встают наши же собратья, потому что им становится так выгодно. Люди, которым мы доверяли, верили в их профессиональные человеческие качества, втыкают нож в спину. Они используют наши знания, нашу работу и изворачивают все так, что белое становится черным. Более того, пользуясь своим бывшим положением, противоправно используют наши же ресурсы, чтобы сеять панику, раздор и вражду и лишить нас возможности восстановить нормальную работу и обратную связь друг с другом. Насколько я понимаю, когда Роман Василенко пишет, против нас встают наши же собратья, потому что им становится так выгодно. Люди, которым мы доверяли, верили в их профессиональные человеческие качества, втыкают нож в спину. То есть речь как раз непосредственно о айтишнике Евгении, который занимался обслуживанием ресурсов компании. И фраза «верили в их профессиональные человеческие качества». То есть на протяжении ряда лет, за те годы, что Евгений этим занимался, этой работой, видимо сложились действительно такие достаточно доверительные отношения, как здесь и говорится, верили в профессиональные человеческие качества. «Более того, пользуясь своим бывшим положением, противоправно используют наши же ресурсы, чтобы сеять панику, раздор и вражду». Ну то есть опять-таки это обвинение в адрес, по всей видимости, Евгения и тех, кто с ним сотрудничает. «Я знаю, что вы переживаете из-за неопределенности и непонимания, что будет дальше. Я сам сильно переживаю из-за сложившейся ситуации. Но ни в коем случае мы с вами не должны сдаваться и раскисать. Сейчас мы вкладываем все силы, чтобы разрешить эту ситуацию и просто так это не оставим. Уже предпринимаются конкретные шаги в этом направлении. Чтобы восстановить нашу работу и наши ресурсы, потребуется время. Поэтому нам с вами нужно набраться терпения. Сейчас нам поможет справиться со всеми трудностями только сплоченность и вера в нас, в наши силы. Те люди, кто вчера еще был нашей семьей, а сегодня нас подставляют и придают в угоду своей выгоде, через некоторое время будут кусать локти. Я знаю это, потому что я верю в нас с вами. Я верю в нашу идею. Я верю, что мы со всем справимся. Я знаю это точно. Что хочу сказать по данному обращению. Пункт первый. Во-первых, Роман Василенко подтверждает, что то, что произошло, это не какая-то внешняя атака посторонних хакеров, которые решили напасть на компанию Life is Good, парализовать ее работу. Нет, это, по сути, внутренняя работа одного из сотрудников, ну, можно сказать, бывших сотрудников компании. У Романа Василенко на YouTube есть канал, на котором на данный момент 835 тысяч подписчиков. Это серьезная цифра. То есть нужно очень-очень хорошо постараться набрать такое количество подписчиков. И работа, насколько я вижу, проделана большая. Потому что постоянно снимаются различные видеоролики. Полезные, интересные. И тот факт, что на канале отсутствуют какие-либо разоблачающие видео, где говорится, что там Life is Good, Лохотрон, или Гермес, Лохотрон. Это говорит о том, что данный канал остается под контролем Романа Василенко. И если мы посмотрим, последние ролики были загружены недавно. Например, вот этот ролик был загружен 8 дней назад. Предпоследний ролик был загружен 5 дней назад. А этот ролик последний 2 дня назад. И в сложившейся ситуации, когда основные ресурсы компании заблокированы, и десятки тысяч инвесторов, пайщиков, кооператива, можно сказать, в панике, мне не очень понятно, почему Роман Василенко решил выбрать именно такой формат обращения в виде текста. Вот я напишу вам, ребята, текст. Хотя по его YouTube-каналу мы прекрасно видим и знаем, что Роман Василенко камеры не боится, он с удовольствием снимается, записывает большое количество обучающих, поясняющих видеороликов. Эти ролики и эта информация, это все, конечно, хорошо и интересно, но в данной критической ситуации, когда, извините, на кону стоят судьбы десятков тысяч людей, ну, на мой взгляд, было бы правильнее все-таки сделать обращение в видеоформате. Тем более, что Роман сам является преподавателем по риторике, и за годы существования компании Life is Good десятки тысяч консультантов, директоров прошли обучение риторике, прошли обучение навыку публичных выступлений. Поэтому, почему был выбран именно вот такой текстовый формат, ну, мне не очень понятно. Следующий момент. В своих видео Роман Василенко дает много хороших, полезных, практичных советов. Пожалуйста, 17 тайных законов успеха. То есть, это каждый закон, я так понимаю, это отдельный видеоролик. То есть, надо было записать 17 видеороликов, да. Жизнь хороша, просто сделай шаг, управляй своей мечтой. Как быть смелым в любой ситуации? Такой подход к делам меняет вашу жизнь. Там, настоящий успех это слава и деньги, или нет? Хитрая ловушка, которая может испортить вам, и так далее, и так далее. То есть, очень много полезной информации. И, наверное, вы согласитесь, если бы эта информация была бесполезной, то на канал Романа Василенко вряд ли подписались бы 800 тысяч человек, да. То есть, получается, я не знаю, сколько точных консультантов Life is Good. Думаю, что там десятки тысяч. Ну, может быть, тысяч пятьдесят. А если у Романа 835 тысяч подписчиков, то есть, получается, что даже те люди, которые не входят в Life is Good, не являются консультантами или инвесторами, они тоже подписаны на канал Романа Василенко. Так вот, что я хочу сказать? Что он в своих видео дает много хороших, полезных советов на разные случаи жизни. Роман Василенко начинает свое обращение так. Знаете, какая одна из самых страшных вещей в нашем мире? Это предательство людей, которым ты доверяешь. К сожалению, никто от этого не застрахован, и мы с вами тоже. Вот вы знаете, мне это читать странно. Почему? Потому что, когда смотришь YouTube-канал Романа Василенко, складывается ощущение, что это человек, который просто обладает гигантскими, колоссальными знаниями в области бизнеса, успеха, саморазвития, менеджмента, финансов и так далее. Короче, эксперт во всех областях. И тут вдруг Роман Василенко говорит, о, вы знаете, произошло предательство, от этого никто не застрахован. Это, мягко говоря, вызывает недоумение, потому что любой человек знает, что с предательством можно столкнуться везде. И на личном уровне, в семье, и даже на уровне корпораций, организаций, когда конкурирующие организации переманивают сотрудников друг у друга, крадут какие-то секреты коммерческие, да, и даже на уровне стран. Для этого существуют разведки, контрразведки, которые, как говорится, пытаются противодействовать друг другу. Даже, заметьте, в правоохранительных органах существуют службы собственной безопасности, потому что они понимают, что все люди, все люди, даже сотрудник МВД или ФСБ, или какие бы он там регалии не имел, он тоже может, извините, переметнуться на другую сторону. И, как вы знаете, бывали случаи, когда достаточно высокопоставленные люди, как говорится, наносили огромный ущерб своей стране, потому что переходили на сторону врага. Для Романа Василенко это открытие? Ну, мне странно об этом говорить. То есть, если ты создал действительно большой проект, глобальный проект с большими планами на будущее, за тобой пошли десятки тысяч людей, которые доверили тебе свои деньги, 19 тысяч человек поверили в идею кооператива, жилищного кооператива, да, или, как он сейчас называется, потребительский кооператив, вложили немалые деньги в приобретение жилья, да, то есть, и Роман Василенко, как человек, который все это организовал, он несет за это ответственность, и сейчас он говорит, ребята, произошло предательство, А, ну, мне кажется, грамотный руководитель должен был уже как-то это предвидеть заранее, да, и предпринять какие-то меры. Может быть, вместо того, чтобы тратить драгоценное время руководителя Романа Василенко на запись видеороликов, лучше было бы это время потратить с большей пользой на защиту компании, на обеспечение более надежных уровней доступа или контроля, да, простой пример, любой инвестор знает правило «Не держите яйца в одной корзине», правильно? То есть, если бы, например, за ресурсы компании отвечали разные специалисты, например, один специалист отвечает за сайт «Life is good», другой специалист отвечает за сайт «Гермес», третий специалист отвечает за сайт кооператива «Bestway», а четвертый отвечает, например, там, за канал «Life is good». Даже если бы один из этих четверых специалистов, например, совершил предательство, переметнулся, так сказать, в лоно врага, то пострадал бы только один ресурс, а не все четыре сразу, да? То есть, получается, всеми ресурсами, которые сейчас заблокированы, управлял один человек, Евгений, который вот сделал то, что он сделал, и в результате работа компании, можно сказать, парализована. Ресурсы компании парализованы. То есть, и при этом Роман Василенко очень много времени потратил на запись полезных, не спорю, обучающих видеороликов по разным областям жизни, вместо того, чтобы направить силы и ресурсы на то, чтобы как раз позаботиться о защите интересов людей, которые поверили ему, доверили ему свои деньги и вступили кто? Соответственно, в финансовую компанию «Гермес», а кто вступил в жилищный кооператив. И вы прекрасно знаете, что многие вложили, ну, по сути, накопление, которое они копили годами, можно сказать, даже всю свою жизнь, чтобы приобрести, наконец, жилье. А сейчас Роман Василенко жалуется, а вот, произошло предательство. Поскольку я понимаю, грамотный руководитель должен, как говорится, смотреть наперед. Мне сложно представить ситуацию, чтобы, например, сайт какого-нибудь крупного банка, ну, допустим, Сбербанка, в какой-то момент исчез, и вместо сайта появился текст, «А, Сбербанк — это лохотрон. Идите с заявлениями в полицию». А потом появился Герман Греф и начал оправдываться. «А, ребята, у нас произошло предательство, наш ведущий программист нас предал, переметнулся в конкурирующий банк и начал про нас гадости писать». Я не знаю, может быть, в каких-то мелких банках такое и бывало, но в крупных банках я такого не наблюдаю, потому что в банке выстроена система контроля и защиты. Уделено ей должное внимание, чтобы таких вещей не происходило. В 2015 году произошла трагедия, наверняка вы о ней слышали. Пилот немецкой авиакомпании решил покончить с собой и заодно забрать всех, кто был на борту. 150 человек. Он дождался, когда второй пилот выйдет из кабины, запер дверь и второго пилота уже не пускал, а двери в самолетах сделаны так, что снаружи их открыть невозможно для противодействия терроризму. И тот, кто остался в кабине, направил самолет в склон горы. Все произошла катастрофа, все погибли. Дальнейшее расследование показало, что у него там были сложные отношения с женщинами, были определенные проблемы психического плана. Но врачи, тем не менее, его допускали к полетам. Я к чему это рассказываю? Да все, что угодно может произойти в нашем нестабильном мире. Кто знает, какие тараканы там у человека в голове? Кому что в голову взбредет? Даже если вы с ним много лет знакомы, и все у него хорошо, и он замечательный человек, кто знает, что будет завтра? Поэтому, на мой взгляд, грамотный руководитель должен это все предусмотреть и предвидеть на несколько шагов вперед. Потому что на нем ответственность за деньги, за судьбы десятков тысяч людей. Роман Василенко пишет «К сожалению, никто от этого не застрахован, и мы с вами тоже». Вызывает недоумение. Если человек переживает за свой дом, он его страхует. Переживает за машину, он страхует машину. Переживает за свою жизнь, он страхует жизнь. Если руководитель хочет обеспечить безопасность своей компании, он этим занимается, плотно занимается, даже приглашает внешних консультантов, которые могут подсказать, где в компании есть дыры. А когда мы с вами видим, что у Романа Викторовича очень много времени уходит на запись обучающих роликов, как правильно жить и как достигать успеха, но при этом за все эти годы он не уделил достаточно внимания безопасности собственной компании, извините, это называется «сапожник без сапог». Ведение блога, запись видеороликов это хорошая, полезная деятельность при условии, если она происходит не во вред основной работе компании, ее безопасности, ее инфраструктуре. А здесь мы как раз видим и складывается впечатление, что вся вот эта второстепенная деятельность, когда Роман Василенко тратил свое драгоценное время, внимание и ресурсы на запись этих видео, и все это произошло в ущерб безопасности компании. Когда бразды правления, доступ к сайтам был доверен одному человеку и стоило этому человеку переметнуться, допустим, на другую сторону, и все. Работа компании сейчас парализована, и Роману Василенко нужно в срочном порядке, как говорится, изыскивать ресурсы и думать, как решать эту проблему. Хотя за 8-то лет существования Life is Good, уж извините, можно было заранее продумать такие сценарии, и как этого можно было избежать. Роман Василенко пишет, «Сейчас мы вкладываем все силы, чтобы разрешить эту ситуацию, и просто так это не оставим». Уже предпринимаются конкретные шаги в этом направлении. Хочется процитировать классику «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». Любой знает, что профилактика лучше лечения. Лучше бы вот эти «вкладывание всех сил» раньше происходило. Потому что если бы уделили должное внимание безопасности, как здесь написано, чтобы разрешить эту ситуацию, так вот этой ситуации могло и не возникнуть, если бы на должном уровне безопасность была обеспечена. Уже предпринимаются конкретные шаги. Компания на рынке 8 лет. 8 лет не хватило, чтобы предпринять конкретные шаги? Вопрос риторический. Последний абзац. «Сейчас нам поможет справиться со всеми трудностями только сплоченность и вера в нас, в наши силы. Те люди, кто вчера еще был нашей семьей, а сегодня нас подставляют и предают в угоду своей выгоде, через некоторое время будут кусать локти. Я знаю это, потому что я верю в нас с вами, я верю в нашу идею, я верю, что мы со всем справимся, я знаю это точно». Во как. Итак, Роман Василенко заверяет, что он сможет все восстановить, полностью всю работу. Замечательно. Ну, я сейчас просто порассуждаю. Я хоть и не программист, но в общих чертах представление о работе сайтов имею. Существует три основных сайта. Это сайт компании Life is Good, на котором отображена вся MLM-структура за 8 лет, начиная с 2014 года по 2022. Вдумайтесь, сколько за 8 лет было зарегистрировано людей в этой структуре, консультантов. В системе четко отображено, кто под кем, кто по чьей реферальной ссылке регистрировался. Когда люди оплачивали счет Виста или вступали в кооператив, там тоже это все фиксировалось. Кто на какую сумму зашел, какие объемы и так далее, и так далее. То есть, вы сами помните, когда человек, консультант заходит в свой кабинет, Life is Good, там просто огромное количество информации, баллы, структуры и так далее. И вся эта информация хранится в базе данных сайтов. Это Life is Good. А есть еще жилищный кооператив Bestway, который тоже работает 8 лет, и за все 8 лет собрано просто огромное количество информации пайщиков, да, а есть еще Hermes Finance, бывший Hermes Management, да, где отображены все движения, все счета Виста за 8 лет. Кто, кому, сколько, чего переводил. Все финансовые операции за 8 лет. Представляете размер этих баз данных. Ну, это ладно. Так вот, по-хорошему, когда функционирует сайт, то ответственный за этот сайт админ, администратор, должен периодически делать так называемые бэкапы, резервные копии. То есть, сайт работает, но он, на нем постоянно что-то происходит, пользователи там регистрируются, делают какие-то операции, вводят, выводят, и в базе данных все эти данные фиксируются, сохраняются. Так вот, админ делает резервную копию. Для чего? Ну, на всякий случай. Вот, как раз, Роман Василенко сказал выше, в первом абзаце, что мы от этого не застрахованы. Так вот, любой айтишник знает, что всякие ситуации в жизни бывают, и обязательно надо делать резервные копии баз данных. Периодически. Да? Может быть, там, раз в день или раз в несколько часов. Это уж, как говорится, какая задача поставлена. И если у вас есть актуальная база данных, свежая, да, то, в принципе, восстановить работу сайта особых проблем не составляет. То есть, например, предположим, ответственный, там, программист, который, как раз периодически делают базу данных, предположим, сделал свежую базу на 7 марта, а вечером 7 марта сайт перестал работать. Ну, там, не знаю, хакеры взломали, или там, дидос-атака произошла, сайт стал недоступен, но база данных, она есть. И когда у тебя есть вот эта база данных, в которой все записано, начиная с 2014 года по 7 марта, это значит, что вся информация там есть. И восстановить работу сайта особых проблем не составляет. Даже можно на новое доменное имя перенести. То есть, например, там раньше был гермес там, лтд, или какой-то другой сайт, окей, а мы сейчас по-новому назовем и перенесем туда все. Это, в принципе, когда есть база данных, там все записано. Особых проблем нет. А вот, если база данных делалась нерегулярно, тут, извините ли, возникает целый ряд проблем. Ну, давайте представим себе такую ситуацию, что база данных делается раз в месяц. Еще раз повторю, по-хорошему ее надо делать как можно чаще. Как можно чаще. Там, в течение дня несколько раз. Это уж не знаю, какие порядки были установлены. Так вот, поскольку айтишник Евгений отвечал как раз за эти основные сайты Life is Good, Bestway и Гермес, я так понимаю, что он же и отвечал за создание баз данных. То есть, у него самые последние, самые свежие базы данных есть. А поскольку он начал сотрудничать с правоохранительными органами, то и у правоохранительных органов есть самые свежие, самые актуальные базы данных. Потому что, собственно, именно Евгений все это, как говорится, отключил. Итак, у них есть актуальные базы данных. А вот вопрос, а у Романа Василенко актуальные базы данных есть или нет? Потому что, если Евгений на протяжении многих лет отвечал за сайт и за всю вот эту деятельность и Роман ему доверял, то возможно, что у Романа там свежих баз данных нет. Может быть, у него есть там база данных годичной давности. Там где-нибудь. Я не знаю. Просто рассуждаю вслух, да? А это что значит? Это значит, что в этой базе данных есть все записи с 2014 года по 2021. Но нет записей за последние месяцы, например. Ну, предположим, допустим, есть записи по август 2021 года. Так? А записей с сентября по март 2022 года уже нет. А вы представляете, сколько операций происходит на сайте каждый день? Даже не каждый месяц, каждый день. Когда сайты работали, функционировали, десятки тысяч людей пользуются сайтом, там, перечисляют какие-то деньги, там, кто-то заводит, кто-то выводит, и так далее. Пайщики кооператива там тоже какие-то операции делают. То есть, просто огромный массив информации. То есть, даже, предположим, даже если у Романа Василенко есть база данных, ну, допустим, на август 2021 года, откуда взять информацию за последние полгода? Я вот себе не представляю. То есть, если только обратиться к Евгению и к правоохранительным органам, Роман Василенко обратится и скажет, Жень, ну, как бы, вот, ты нехорошо поступил, неправильно поступил, вот, ты предатель, а дай-ка, верни-ка базу данных, дай нам последнюю копию, самую актуальную. Я планирую, планирую восстановить работу компании. Как вы думаете? Пойдут они на это? Евгений и правоохранительные органы? Сильно сомневаюсь, потому что, насколько я понимаю, Евгений и правоохранительные органы сейчас заняли однозначную позицию, что все, вся вот эта деятельность, которой занимается Роман Василенко, это было мошенничество, развод, и никто ему, естественно, никакой базы не предоставит. То есть, тут возникает вопрос, собственно, а что у него есть? Если, например, базы данных никакой нет, ну, так это, как бы, я даже и не представляю, что в такой ситуации можно сделать. Как, как тут, что можно восстановить? Кинуть клич сказать, так, ребята, давайте-ка вот в телеграм-чате или на имейл нам напишите, кто в каком году под кем регистрировался, ну, там, в 2014, в 2015, кто под кем регистрировался, что, не помните, что ли? Ну, вспомните, напрягите мозги, так, кто под кем регистрировался, какую сумму заводил, сколько ты там за эти, там, 7 лет ввел денег, сколько вывел, кому ты когда чего переводил, вы представляете? Ну, как бы, тут, по-моему, глупо даже заикаться, то есть, если у Романа Василенко база данных нет, ну, тут, мне кажется, это просто физически невозможно. Если у него, допустим, есть база данных, но не самая свежая, ну, там, допустим, как я сказал, там, на август 2021 года, то есть, нет только данных за последние полгода, ну, наверное, в этом случае можно что-то сделать, да, то есть, сказать, так, ребята, вот наша база данных восстановлена, там, с 14 года по августа 2021, не хватает только данных за последние полгода, попробуйте-ка вспомнить, кому вы, чего переводили, какие вы операции совершали за последние полгода, и то, согласитесь, это будет очень проблематично, попробуй-ка вспомни, какие ты там делал операции последние полгода, да, сами знаете, многие пользуются своими счетами очень активно, и разные операции делают там, вводят, переводят, и так далее, а если база данных еще более старая, ну, там уже, просто технически эта задача восстановления, мне кажется, очень, очень проблематична, поэтому, заверение Романа Василенко, мы все восстановим, мы все вернем, как было, на мой взгляд, ну, это здорово, конечно, если он так уверен в успехе, но, повторю, чтобы это произошло, нужно очень много, очень много разных составляющих, что касается восстановления работы кооператива, на мой взгляд, здесь шансов все-таки больше, потому что взаимодействие между пайщиками и кооперативом происходит в бумажном виде, и даже то, что сайт, как бы, недоступен, ну, это не критично, потому что все взаимоотношения между пайщиками и кооперативом, они зафиксированы на бумаге, и при желании, как бы, это все можно восстановить, вот, а вот, что касается сайта Life is Good и Гермес, тут все упирается в то, есть ли у Романа Василенко в наличии те самые базы данных и насколько они актуальны. 8 марта Роман Василенко опубликовал в своем телеграм-канале поздравления женщинам, я его зачитывать не буду, вы можете ознакомиться с ним сами, 9 марта было опубликовано видео с ютуб-канала 17 тайных законов успеха, это 8 серия, тут тоже обсуждать нечего, а вот 10 марта была опубликована вот такая фотография, вот здесь Роман, и здесь тоже есть обращение, но поскольку сегодняшнее видео и так получилось достаточно длинным, я оставлю разбор этого обращения на следующий раз. Думаю, что на сегодня достаточно, следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, с вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго. Global Star Club возможности безграничны.